Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас гостя, как мы уже анонсировали, политолог и доктор наук Михаил Родин. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот понятно, что мы планировали поговорить, естественно, так по горячим следам после муниципальных выборов, которые вообще ознаменовались исторической низкой явкой, 34%. Ну, может быть, в связи с тем событием, которое сейчас все обсуждают, все медийное пространство бурлит по поводу решения Сейма выдать правосудию Яниса Адамсона. Его подозревает, насколько я понимаю, в передаче секретных данных иностранной разведки. Ну, судя по всему, России так можно понять все это, пока закрыта информация. Мы не знаем деталей, но все-таки будут ли какие-то политические последствия? Я бы так, как бы вы это оценили? Я понимаю так, что существует все-таки проблема освещения причин происходящего, и тем более, действительно, что произошло. Да, мы же не знаем, это все покрыто гостайной. И, конечно, понимание того, а что же будет по поводу этого. Безусловно, какова реакция будет России, потому что просчеты ответных действий России абсолютно не ведутся в Латвии, поэтому мне кажется, что вот такая легкость, такая эйфория вседозвольности, она присутствует. Что касается господина Адамса, я думаю, что просматривается некий единый фронт наступления на оппозицию, на инакомыслия и правозащитников в частности, и, соответственно, тех людей, которые с точки зрения политической элиты являются неудобными. Адамсом фигура неудобная, поскольку он неудобен тем лицам, которые были вовлечены в различные скандалы. Ну и тут, конечно, прямые связи и прямые аналогии, а что же происходит и в Литве. Поэтому я думаю, что это единое фронтальное движение на тех людей, которые в той или иной мере символизируют позитивное отношение к нашему соседу, потому что в данном случае, несмотря на некую анонимность и двусмысленность вообще той информации, которая была подана сегодня, безусловно, речь идет о обвинении в шпионаже в пользу России. Хотя я абсолютно убежден в том, что ничего это дело не стоит, никаких действий и намерений даже, потому что я понимаю, что современное законодательство у нас и судопроизводство, оно идет совершенно с интересными новативными вещами, можно судить за намерения, даже не за действия. О результатах тем более я здесь не вижу. Поэтому доказательной базы вообще не существует, она не является уже аргументом, это крайне прискорбно. Поэтому я считаю, что это достаточно ущербная позиция и очень серьезнейшая ошибка, а последствием которым будет, безусловно, ограничение тех, ну, в общем-то, куцых позиций, по которым еще мы имеем нечто общее между Латвией и Россией. Вот и еще то, что хочется сказать, безусловно, это то, что как не рассматривать себя, конечно, национальное эго у нас очень сильно, но все-таки мы в большей степени нуждаемся в России, нежели чем Россия в нас. Поэтому, знаете, на фоне тех абсолютно провальных шагов, я имею в виду не продажа, но хотя бы использование единственного ресурса в Латвии географического положения, благоприятное, благоприятность которого была достаточно давно, ни в пользу России, ни в пользу Китая у нас, вот, вы знаете, да, что вот и шелковый путь не прошел у нас вот через Латвию. Вот, поэтому рациональность, я думаю, и мышление с точки зрения национальных государствах, интересов, это, наверное, является очень серьезнейшей проблемой в Латвии. Да, вот, что касается соседей, вы упомянули Россию, ну, у нас сейчас практически заморожены отношения с Белоруссией, даже не вдаваясь на тему отдельного разговора о происходящем, допустим, Белоруссии, там, не знаю, о нашем отношении к Лукашенко и так далее, ну, по-любому мы же остаемся соседями, да, у нас нас никуда не перенесут, и Россию из Белоруссии никуда не перенесут от нас. Вот, нет ли таких опасений, что, а как же в долгосрочном периоде мы будем существовать, со своими соседями, знаете, как это небанально звучит, ну, как наличие-то площадки, что если начинаешь ты воевать с соседями, ну, правда, там хотя бы можно хоть как-то сменить квартиру, да, так сказать, там переселиться, поменяться, то здесь и этого варианта нет. Нет такого ощущения, что мы не смотрим вот на шаг вперед, на два вперед. Как мы дальше будем существовать со своими соседями? Я думаю, что дефицит рационального мышления… И анализы, да? И тем более анализы, потому что анализ – это особая сфера мышления. Я очень надеюсь, что экспертное сообщество будет все-таки должным образом реагировать на адженду, вот, а не лишь поддакивать тем, я не побоюсь сказать этого слова, проходимцам власти, вот, но поскольку оно существует, то любое мнение, любое мнение сейчас, оно не приветствуется. Если и раньше существовало достаточно серьезнейшее понимание того, что мозги не ко двору, это и было на перестроечных процессах в России, откуда или СССР, откуда вообще и произошло-то движение независимости, ситуация вообще, проглашение независимости. Мне думается, что нежелание просчитывать говорит о том, что, во-первых, разрушился прежний мир. Это очень серьезная тема, я благодарю за вопрос, потому что прежний миропорядок действительно разрушился. И дело не в том, что когда-то после слома Берлинской стены у нас рухнула общая понятная ситуация, а не и мы, Америка и СССР, но поскольку сейчас американская гегемония, она не проходит, абсолютнейший конфликт между США и Европой, это понятно. Безусловно, то, что Европа... У США и Китая какой конфликт? И Китай в том числе, это еще отдельная тематика, вообще отдельная тематика, потому что любой студент даже, который учится или учился бы на факультете международных отношений, ну, понимает, что если ты рассорился с Россией и рассовываешься с Китаем, то, безусловно, ты подталкиваешь их, ну, как не к дружбе хотя бы, потому что я не очень-то верую в дружбу между Китаем и с любыми странами, а в более тесные партнерские отношения. Для Синцепина нет никакой разницы между всеми странами, он единственный, он уникален, вот, но есть более вот такие вот ближние... То есть, в принципе, мы должны понимать, что, ну, как бы в мире, наверное, нет друзей, есть просто интересы, да, вот партнерские, да, вот, допустим, Китаю сейчас выгодно поддерживать, ну, отношения такие партнерские с Россией, он это делает, да, чисто прагматично. Абик, мне очень нравится вот такая постановка, опять-таки, вопроса, потому что это говорит о том, что ты ищешь, прежде всего, некоторую выгоду, профит, либо в экономической жизни, либо в дипломатических, или вообще международных отношениях, но когда вообще нет никакой ясности и понимания того, насколько твое действие, твой поступок, или вообще некая, скажем, ну, не стратегия хотя бы, если слишком уж много будет сказано, но тактические шаги, они несут вред, а ведь вред действительно. Ну, как можно было, я просто когда смотрел и читал материалы по поводу замены флага, ну, это, конечно, для меня лично было это пощечины, пощечины как человек, который родился в этом государстве. Я люблю это общество, я не принимаю это политический режим, в котором не терпит этот режим, который является не только этническим таким режимом, но в нем явно присутствует элитаристское правление с его абсолютной нетерпимостью и к оппозиции, и к накомыслию. Ну, как можно уничтожить символы государственности, не понимая о том, что это будет взамен? То, что обрубились огромные отношения экономические Белоруссии и Латвии, это налицо. Вы имеете в виду замена флага? Замена флага тем, да, министром иностранных дел и мэром Риги, причем реакции, публичности, государственных изменений этого, конечно, не было. Вот, и более того, замена на флаг оппозиционный с точки зрения абсолютно недеструктивной оппозиции, это, конечно, очень серьезное действие. То есть, целая серия таких шагов, которые говорит абсолютно невразумительной, неадекватной политики латвийского государства. Это, конечно, доставляет мне достаточно сильный дискомфорт. Да, вот возвращаясь, может быть, к муниципальным выборам, ведь на самом деле, если мы говорим об анализе, надо смотреть шире, да, не только на эти выборы там в том или ином крае, да. А вот, когда мы увидели эту явку, 3-4%, ну, разные там эксперты предлагали разные версии. От самой банальной, вы знаете, ну, хорошая погода, избиратель решил вот вообще полежать на пляже, зачем ему нужно идти на выбор еще маску одевать. Кто-то сказал, ну да, пандемия не была толком предвыборной кампании, люди поэтому не пришли. Ну, то есть разные такие вещи, от примитивных кто-то пытается более сложный, президент Латвии сказал, не было каких-то значимых вопросов. А какие были вообще бывают значимые вопросы на муниципальных выборах, когда там решается проблема водопровода, канализации дорог, простите за примитивизм, да. Вот все-таки как вы оцениваете, нужно ли анализировать глубже, не сигнал ли это к тому, что такая же беда у нас явка будет и на выборы в 7 через год с небольшим. Хорошо, тут даже несколько вопросов, я это видел, поэтому постараюсь немножечко разложить карты. Ну, во-первых, опять-таки уже в третий раз уже благодарю, это уже становится тенденцией. Возврат к вроде банальности, как влияние погоды на выборах, а насколько это является банальностью? Просто я помню свои молодые годы, начитка литературы в области политических знаний, то влияние погодных условий на выборы – это абсолютно серьезнейший фактор, который, группируясь с другими, там, инфраструктурой, лидерством и так далее, абсолютно вписывался в теорию выборов электоральной кампании. Поэтому, конечно, суббота, конечно, солнечный день, конечно, я очень охотно понимаю, что собраться наконец-то с кампанией, там, с шашлыками, с хорошим… С пивом, да. С пивом, ну, скажем, с сухим винишком, это все очень замечательно и здорово. Поэтому я не отрицаю, не то что не отрицаю, просто это является так. Да, никто же не видит, что это не может влиять, да. Абсолютно. Более того, немножко, ну, американец, например, сказал бы более спокойно, ну, знаете, типичный американец, он бы, например, говорил, что вот, ну, это мое право. То есть, главное не идти на выборы, а просто пребывать в состоянии патриотизма и гордости. Я обладаю правом голосования, как во времена президентского ралли, так и во времена различных выборов в органы местного самоуправления. А вот теперь очень серьезнейшая все-таки причина, с точки зрения, конечно, политология, много или мало. Дело в том, что нет такой вообще-то нормы, даже в области экспертного сообщества или академической дисциплины, много или мало. Десять процентов мало ли много? Ну, наверное, очень мало. А сто процентов, например, хорошо? Ну, как посмотреть? Если бы представить себе, что в Латвии сто процентов люди пришли бы на выборы, то у меня было очень серьезнейшее впечатление, что у нас тоталитарный режим. Вот, поэтому много это значит, люди там загоняются под дулами там дубинок или там куда-нибудь. Угрожают, что они даже приезжают. Угрожают там, да и все счастливы и так далее. Вот. Я не говорю, что это тотально очень плохо, потому что массовое участие в выборах, например, в Северной Корее, Корея говорит о том, что они глубоко счастливы, и так оно есть. Вот. И отказать им в коллективном счастье и удовольствии, с нашей точки зрения, просто, я думаю, ну, не то, что неэтично, но это будет просто такой, знаете, европейский нарциссизм. Вот мы хотим всех учить уму-разуму, хотя у самих в огороде не все так в порядке. А то, что касается действительно 34%, это очень мало, конечно. Это говорит и не только о том, что у нас политическая апатия и правовой цинизм. Это вот те картины политической культуры, которые традиционно просто перекочевывают из одного периода выборов в другой. Мне достаточно вспоминать, например, или вспоминаются прежние выборы в муниципальные органы. Там чуть ли не 60%, там 57, по-моему, 58. Это значит, на ровно в половину сократились эти выборы. И отсюда... Первые годы, я помню, даже до 70. До 70. В Риге там понятно, это традиционный анклав, там все-таки все ресурсы, деньги вращаются здесь. Вот тут есть какое-то, ну посмотрим здесь, и даже в традиционных таких фольклорно-политических, там Курзома и так далее, очень малая явка. Очень маленькая. И отсюда достаточно серьезно можно экстраполировать на ситуацию и на выборы в парламент. Вот. Я думаю, что очень многим партиям будет очень тяжеловато. Даже новое единство, например, я не уверен, что они даже перепрыгнут через 5-процентный барьер. Ну, хотя они очень быстренько перераспределятся, наверняка, по другим партийным спискам, и так или иначе, ну, впрыгнут или вползут туда. И все пройдет, как и раньше, поскольку дело не о партийной принадлежности и неких идеологических верованиях, а скорее желание просто подсорствовать или занимать определенные вакантные должности. Мне кажется, что здесь еще нет ряд серьезных вещей. Наверняка, поскольку нет еще окончательных данных, мы лишь предварительно можем обсуждать эти вещи. Мне кажется, что есть очень сильный диссонанс, все же ли, и он перераспределился с прошлого на будущее. Безусловно, это будет и опять на выборах в 2022 году в парламент. Диссонанс между членством или партийным членством и, конечно, определенными идеологическими нормами и ценностями, в которые, в общем-то, обязан веровать тот или иной депутат. То есть, иначе говоря, человек занимает какую-то там социал-демократическую нишу своей партии, но по своим верованиям почему-то он уходит в рынок, в соревновательность. Да, у нас уже вообще сейчас не поймешь, кто там правый, кто там левый. Абсолютно. Совершенно непонятно. Тоже ТБС Латвии, которая, как мы знаем, в таких национальных вопросах, ну крайне правая, да, там постоянно требует повысить то пособие одно, то второе, то третье. То есть, такие вот у нас все как-то не очень точно с идеологией. Ну вот, говоря все-таки о выборах всем, считается, что, как это ни странно, один из способов, не знаю, там привлечения избирателей на участки, это появление каких-то, ну условно, как мы говорим, новых сил. Вот привелась новая партия, вот старые лица, простите, уже надоели, и избиратель, который иногда вот смотрит на них, как, не знаю, на каких-то спортсменов или актеров, говорит, о, ну смотрите, на свеженького, на новенького, а давайте-ка я за него проголосую, да. Может быть, вот появление новых политических сил, а мы можем предположить, что минимум три новые партии у нас, одна уже Гобземса, она уже зарегистрирована, я так понимаю, что свою пытается создать Вячеслав Домбровский, я так понимаю, что Швессер сейчас, его тоже, он создает свою партию, команду подбирает, и еще не предел, я так понимаю, да, еще есть время, может быть, еще парочка появится. Может быть, это такой вот будет, вот, такой вот, не знаю, заманитель, если так можно сказать, такая вот приманка для избирателей. Ну, в какой-то мере это может быть и завлекаловкой, поскольку вчера было одно, пусть даже неудачное, вот почему-то вспоминается тут же вся и эрозия, и эволюция Латвии Сельш, которая очень хорошо потом перераспределялась куда угодно. Прямо китайский веер. С другой стороны, я вижу то, что люди скорее, избирая или формулируя какую-то партию, пусть даже будет новый, там, Русский Союз, Латвия, там, или партия Гобземса, я внимательного тоже прослушал, мне нравится его осуждение, вот, достаточно смелое, иногда крайне неудобное среди вот всего вот этого вот, ну, Рижского, там, или, положу, болота. Но вопрос заключается в том, каков сорт этих идей, что, какие идеи, какие программы будут все-таки выплеснуты на этом рынке, на политическом рынке, с чем они пойдут на выборы, кого они будут и чем они будут, в конце концов, завлекать, вот, и какой электорат будет доверять этим партиям. Если для одних, ну, естественно, тут вспоминаются наши радикальные националистические круги и партия, то, а что здесь есть? Единственный товар русофобства и, конечно, постоянная апелляция к нашему извечному врагу, который вот-вот-вот тут же, вот, русские там танки будут вот здесь у нас в Латгалии, вот, ну, карательные какие-то новые инструменты. Вот, я посмотрел, как вот сейчас можно миллион заплатить за что? За инвестиции или за иностранные желания, за иностранные какие-то шаги по поводу собственности? Ну, это, конечно, все очень несерьезно, потому что оно не создает самое главное – рабочие места и налоги. Вот, поэтому мне до сих пор крайне сомнительно, что вот с теми политическими программами и с теми наработанными какими-то посылами или идеями, текущие партии парламентские, они будут испытывать очень сильные трудности. Поэтому для них это достаточно серьезнейший импульс тому, что надо при подведении все-таки этих итогов, вот, должен был, обязательно должен быть разбор полетов, и не только куларненько, а, в общем-то, публично. Каковы ваши идеи, с чем? Это абсолютно точно, тем более, мне кажется, что вот политики так, наверное, увлеклись, не знаю, самолюбованием, да, что вообще забыли, что у нас фактически с 2018 года идет непрерывный процесс выборов. В 2018 году у нас выборы в СЕИМ, выборы были, в 2019 году у нас были выборы в Европарламент, в 2020-м не очередной выборы в Европарламент, в этом году выборы в самоуправлении, в следующем году выборы в СЕИМ, ну, в 2023 будет пока перерыв, пока мы еще не знаем, что произойдет. В 2024-м опять выборы в Европарламент, потом выборы опять в муниципалитеты, то есть у нас идет такая вот бесконечная череда выборов, и я понимаю, что, кроме всего прочего, наверное, у людей есть усталость, как вы правильно заметили, они говорят, а где идеи? Что вот нам, собственно говоря, предлагают, кроме того, что вот мы такие хорошие, трудоустройте нас на хорошие места еще на 4 года? – Понятно, но, Абик, вам серьезно повезло, что вы не в Италии, ибо там чуть ли каждые полгода всеобщая встряска и такой электоральный цунами. – То есть там выборы… – Постоянно там, да. – Обыденное явление, да? – Да, обыденное явление. В этом отношении мне очень нравятся президентские выборы в Америке, хоть они крайне туманные и сомнительные с точки зрения электоральной чистоты, но, по крайней мере… – Коллеги выборщиков, да. – Ну, это там вообще очень любопытно, и я не думаю, что для нормального человека это является предметом гордости, то есть электоральные процедуры. Но и тем более, что продать его, насадить чужим государством или систему просто невозможно. Но, по крайней мере, после выборов наступает тишь и благодать. Люди действительно отголосовались, отдали собственные пристрастия, а дальше политическая элита Америки делает то, что нас считает. То же самое и здесь. Поэтому в данном случае я думаю, что электоральная усталость – это, да, это понятный фактор, это хорошо вписывается, и можно, в конце концов, исходить из него. Но в данном случае речь идет о том, что неверие идет не с точки зрения недоверия к существующим органам власти и политическим институциям. Я думаю, что сейчас при всех негативах коронавируса и этой пандемии люди, загнутые в одиночество в квартире в четыре стены, для них вдруг открылся во множественном числе интернет, телевизор и так далее, и они видят, что, простите, а где же принятие решения в Латвии, а кому же реально принадлежит государственная власть в Латвии. Очень хороший вопрос. Да, и поэтому управление извне – это абсолютнейшая реальность. То есть, если, например, кстати говоря, апеллирую даже к элементарным представлениям политологии, для понимания государства необходимо как-то подпитывать его знанием атрибутов государства, там, стандартная земля, там, территория, там, граница, там, принятие решений, власть. Но дело в том, что вся эта атрибутика, она действительно является, по крайней мере, выглядит очень таким мифическим характером. Поэтому я вижу о том, что многие атрибуты государства и, естественно, принятие решения, они переадресованы, ну, лично или нет, куда? Конечно, вовне. И поэтому Евросоюз, я не думаю, что здесь очень сильное влияние России, напротив, безусловно, Евросоюз плюс еще любовь к Америке, оно достаточно господствует, особенно среди депутатов. Поэтому ориентация на того, что от нас ожидают другие, и боязнь некоторых санкций, то есть, если вы, ребята, не будете вести себя достойно и в должном направлении, не будет то-то, то-то, то-то. Поэтому сейчас, ввиду распада Евросоюза, ну, необходимо, наверное... Все-таки распада? Да, я считаю, что абсолютный распад. То есть, Великобритания не будет единственной? Нет, нет. Вот, я никакой не оракул, но в данном случае я вижу о том, что Евросоюз, как та организация, которая была когда-то между Германией и Францией, она пришла не только в упадок, она просто движется к собственному концу, и будет ожидаться... Какой там союз угля и стали, да? Да, будет определенное очень тесное сплочение внутригосударственных отношений, скажем, та же самая Франция и Германия. А вот то, что касается новичков или периферии, кстати говоря, периферийная культура, языки и экономики, это европейская вообще терминология. Здесь нам никуда не надо вообще и обижаться вообще, и расстраиваться. Но так и есть. Только вопрос заключается в том, что придется, в общем-то, напрягать репку и думать самим, что делать и как, и как, например. А с этим, ну, я так понимаю, что у нас очень большие проблемы. Вот вы упомянули пандемию, вот я и многие мои коллеги-журналисты, ну, с достаточным опытом работы, они все поймали такой интересной мысли, что в какой-то момент, и это в парламентской республике, вот в какой-то момент этой жизни в чрезвычайной ситуации, пропал совершенно интерес к тому, что происходит в парламенте. Там идут дебаты, там что-то обсуждается, какие-то внеочередные заседания, но пропал полностью интерес. Все внимание приковано к правительству, поскольку оно и правит бал. А 7 сидит, ну, вот только когда там в коалиции возникли проблемы, хоть какая-то интрига появилась. И просто штампует, работает машина для голосования. Мне кажется, что для парламентаризма это очень плохой сигнал. Мне так хотелось услышать в данном случае совершенно иной вопрос, что в связи с пандемией у людей просто пропал вкус к жизни, потому что мне очень было бы жалко, если бы мы все в Латвии только и делали то, что занимались политиками. Наверное, очень были скучные и неинтересные люди. А то, что действительно… Что такое пандемия, в конце концов? Я понимаю, что речь идет все-таки… Я не врач, хотя у меня окружение врачей, и в данном случае мы довольно часто… Да что там часто? Каждый день смотришь, там шприцуют и шприцуют люди. Да сколько же это можно? Но, по крайней мере, даже вакцинированный человек, он абсолютно уязвим для нового заболевания. То есть это не является гарантией того, что ты будешь абсолютно здоров. И второе, я думаю, самое сильное с медицинской точки зрения, речь идет об активном вмешательстве в генофон, в ДНК. И поэтому, что будет с нами, с нашими детьми, это очень серьезнейшая вещь. И то, что абсолютно непроговариваемая тема сейчас в Латвии, потому что я прежде всего говорю о своем обществе, о том, что я… То, что меня здесь волнует. Я вижу то, что не просчитывается и не анализируются статистические случаи последствия коронавируса и вакцинирования в особенности. Поэтому выстреливают такие вещи, которые не вписываются в очень удобную сферу борьбы с этим заболеванием. И еще что очень серьезно. Я, например, полагаю, что среди всей этой большой компании не идет речь о здоровье и жизни людей. Речь только лишь об экономике, причем экономике для определенного класса людей. И, конечно, денежных привилегий и бонусов, которые получают люди, которые являются, в общем-то, адептами тотального вакцинирования. Интересно, те, кто вообще богатые, они ведь беднее не стали во время пандемии. Как раз многие даже стали богаче, так я понимаю. А те, кто были бедные, бедные и останутся, да? Ну, это и понятно. Потому что одно из универсальнейших вообще законов развития, я даже не скажу человечества, но, по крайней мере, в глобальном понимании, хотя у глобализма есть масса таких вещей, потому что я понимаю глобализм все-таки как тотальное неравенство и иерархию. Так вот, я вижу здесь абсолютнейшее порабощение, во-первых, людей, это самое главное, и попытка загнать всех в различные формы отчуждения. То есть в данном случае разрываются социальные связи и коммуникации между людьми. Я не говорю о том, что рестораны – это просто там, где люди приходят, кушают, там пьют вино. Но, напротив, я расцениваю, как некая коммуникация плюс удовольствие, как один из вариантов. Конечно, такой способ один из социализации, да. Абсолютно верно. Вот, поэтому Ориго, тем более, красивый город, красивый старый город, и его кафе – это одно из тех удивительных мест, куда люди хотят прийти, подумать, помечтать и вообще побыть и с собой, и с другими. Лишение их этого всего говорит, что абсолютнейшее непонимание вообще и последствий того, что происходит. И поэтому все эти бесконечные оттягивания на потом и в связи с вакцинированием и тестированием говорит прежде всего о том, что люди старательно думают только лишь, как пребывать на вот этой новой игле пандемии, которая дает прежде всего деньги. Ну, не для всей Латвии, конечно, а для именно части людей. Если мы вот как бы обобщая все, что было сказано, все-таки какие есть лекарства, скажем, для, ну, я не знаю, так скажу, для эффективизации управления страной, для того, чтобы политическая система была, не знаю, более конкурентоспособна и более, не знаю, дружественна, если это возможно, к народу. Что это? Переход на президентскую форму управления, переход на смешанные выборы, когда половину, ну, есть такой литовский вариант, половину по одномандатам округам, половину по партийным спискам. Потому что мы видим, что нынешняя система тоже буксует. Ладно, что касается нашего президента, здесь, наверное, отдельный разговор, да, он даже, мне кажется, не реализует и половину из тех функций, которые у него есть даже по нашей Конституции. Но это другой, наверное, вопрос. Что вообще, какие рецепты могут быть для Латвии, выписанные, если так можно сказать, на ваш взгляд? – Хорошо. Самая неблагодарная вообще работа у человека – это давать советы. – Да. – Вот. Как любой политолог, я, конечно, могу расшвыряться с советами, но о действиях поступок, конечно, за самими людьми, то есть те, кто принимает решения. – Ну, конечно, да. И я думаю, что проблема не в каких-то мелких таких эмбриональных каких-то действиях или эстетическом каких-то таких поступках. Ну, можно, конечно, взять большую пилу, сейчас пойти в парк Райница и отпилить с удовольствием это идиотское дерево, покрашенное с этими домиками, или убрать, например, около железнодорожного вокзала эту толпу голодных и вообще беспокойных этих мужиков в странной позе. Вроде бы и чище, и красивее. Татик станет действительно и чище, и красивее. Но то, что касается понимания того, что здесь, ну, например, безусловно, вот говоря о политическом режиме, меня много не устраивает с точки зрения распределения политической государственной власти. Я абсолютно убежден в том, что у нас не просто дефицит, у нас абсолютнейшее отсутствие реальных каналов и влияния народа на тех, кто в той или мере принимает решения, касающиеся социальной политики. Референдумов нет у нас по-тистам. Референдумов нет. Почему-то здесь зашкаливает, во-первых, число людей, которые необходимо прийти на это, и потом референдум, как действительное выражение народной воли людей, тоже будет выглядеть лишь как рекомендация, так или иначе. То, что я с тобой абсолютно уверен, это в ненужности, вообще-то, абсолютной институции президента, он не несет никакую нагрузку по поводу национального символа или культуры, или некоторого представительства. Более того, его шаги, я не говорю о текущем президенте, потому что это не мой президент, и он не стоит в центре Латвии, он болтается где-то радикально в правом углу, и маленькая, почти не прошедшая партия в парламент, которая вдруг куларненько выбрала его, это недопустимо с точки зрения хотя бы канонических основ демократии. То есть я понимаю то, что, безусловно, необходимо более четкие процедуры, ну хотя бы процедуры, это также недопустимо. Я даже сейчас затрудняюсь, сколько у нас независимых депутатов там, около 20, что ли, но это нонсенс. Люди доверялись, и они артикулировали свои интересы, свои идеи. То есть избиратель вообще не понимает. Он не понимает. Вроде бы независимые, но уже трижды партии какие-то сменили, там кто-то такой независимый. Абсолютно. Но они же избирались по конкретному. Абсолютно. То есть у нас отсутствуют жесткие стандарты демократических процедур выборов, то есть надо менять. Более того, необходимо менять, конечно, этот институт, и не говорю не граждан в Латвии, что является аджендой, которая по эстафете несется и так далее, потому что это абсолютная чепуха и нонсенс с точки зрения современных демократических государств. Но, по крайней мере, я думаю, что изменить саму систему этических комиссий – это да. Президенты и депутаты, которые приходят к своим вакантным должностям, они же ведь клянутся на крови, в конце концов, все может рассказать, соблюдать и этику, и служить людям. А где это? Где служение народу, и где национально-государственные интересы? Поэтому, если я вижу, что сейчас даже в этой, как любопытненько сказал премьер-министр, компактной коалиции, можно просто взять и сказать, ну что же, есть неправильные эти самоорганы управления муниципальные, значит, мы им деньги не дадем. Это что это такое? А дадим правильным? Дадим правильным. Это что это такое? Да после этого немедленно необходимо и премьер-министру, и всему кабинету уйти в отставки, и я даже бы добавил с удовольствием без отпускных, например, и этих самых денег. Все в порядке, никто не ушел, даже автор этого замечательного высказания, который сказал, что вы мне неправильно поняли, хотя он настолько однозначно написал, что ребята, те, кто победил на выборах, ну это не они, естественно, вы особо там не радуетесь, мы же распределяем деньги, и вам ничего не достанется, да? Но это вообще какой-то абсурд уже, не говоря о том, что речь идет о не деньгах лично господина Эглитеса, министра благосостояния, а деньгах европейских и латвийских налогоплательщиков. Абсолютно верно. Но для меня это не очень-то удивительно, поскольку Иране действительно существует... Он просто раскрыл секрет Паришинеля, да, по существу, да? Ну, наверное, в какой-то мере да, но ведь финансирование не было равноправным. Да. Латгалия не получала, я о ней сейчас говорю, она не получала в той должной мере, хотя бы в равноправных каких-то объемах финансирования и отношения и с центра, например. И отсюда, если приехать туда посмотреть, ну земля же обезлюдила, там люди действительно абсолютно уверены, что мы выброшены на окраин, мы никому не нужны. И это является реальностью. Мне думается, что здесь очень много проблем, как чисто юридического плана, например, так и этического характера. И, конечно, я думаю, необходимо и то, что очень... не то, что просится, но просто время пришло. Необходимо, безусловно, расширять и дополнять в таком нормальном направлении, демократическом направлении и сатварсме, время пришло. Нельзя повторять чужие ошибки, потому что мириться с тем, что у нас происходит, это значит опять выгонять Латвию на глубоко за дворки, без каких-либо условий для ее роста. Хотя мне очень нравится, как сказал наш премьер-министр, о том, что у нас будет устойчивое и устойчивое развитие экономики, устойчивое стабильное развитие экономики. Ну, наверное, человек живет очень сильно в своем виртуальном мире. Он еще сказал о мудрой реиндустриализации. Да, это очень интересная вещь. Я, честно говоря, не понял, а где тут предпосылки для этой реиндустриализации? Ну, а что сейчас будут заводы и фабрики строятся? Ну, кто это будет делать? Это из той самых иллюзий, которую может себе позволить какой-то мальчишка в садике, как и саженцы, там, миллиардные саженцы у Зеленского, так и у нас здесь. Или мы построим коммунизм, да, вот из этой же серии. Мы построим, да, некоторое счастливое будущее. Помните, нам сказали, что вот там уже совсем недолго, и мы уже как Скандинавия станем. Сейчас говорят, ну, еще 20 лет теперь уже, говорят, и мы будем Скандинавией, да. Да, это действительно есть такая вещь, как обещание. Ну, если девушке можно пообещать звезду с небосклона, я думаю, она поверит. Но дело в том, что есть электоральное обещание, ну, не всем, правда, я извиняюсь, но есть электоральное обещание, то там, да, есть некая пропасть между электоральными обещаниями и реальностью. И, конечно, если пропасть велика, то тогда это чисто провальная политическая система. Да, вот, может быть, в завершении такой вопрос, он тоже такой глобальный, но на следующей неделе, как мы знаем, это в продолжении той части, когда вы сказали, что действительно мир совершенно изменился. Вот состоится встреча долгожданная Путина и Байдена. Вот все-таки вы видите какой-то свет в конце туннеля, или мы вот оказались в такой стадии холодной войны, как кто-то говорит о том, что еще хуже, чем вот тот период, когда вы сказали, что было два лагеря, социалистические там, не знаю, железный занавес, Варшавский договор с одной стороны, там, НАТО с другой стороны. Вот есть вообще предпосылки для какого-то потепления в мире вообще? Ну, во-первых, конечно, мне хочется тут же сказать, несмотря на все мои домашние расклады, которые волей-неволей, они все делаются, что непременно завтра в Риге будет новый день, и будет солнце, и в конце концов жизнь, конечно, будет продолжаться. Но то, что касается глобальных или, например, процессов и тех трансформационных процессов, которые происходят, то, конечно, развинтилось все, потому что появились абсолютно новые центры власти, новые очаги власти, баланс между которыми крайне неопределен. То, что меня очень волнует, и действительно, я не могу смениться с той самой реальностью, что правовая база или право как таковое, оно абсолютно не ко двору, оно не в почете. Вообще закон или международное право не регулирует международные отношения. Остается лишь одно, некоторая мистическая воля, воля властителей, царей, императоров, президентов. И вот в зависимости от того, какова воля здесь, наверное, отдельных лидеров, и возникает некоторое такое устойчивое, скажем, равновесие вне определенности. Оно, конечно, присутствует. И поэтому я не жду очень много среди этого разговора, потому что действительно сейчас очень много, с точки зрения американцев, поставлено на то, что я сейчас приду, разберусь, я все скажу, я как выскажу, например, по поводу Украины там и так далее. Но ведь о чем говорит соблюдение прав человека? Я ничего нового не скажу, если абсолютно продемонстрирую ситуацию, что в России, которая является врагом для Латвии, тут никуда не деться с точки зрения нашей элиты, там права человека действительно защищаются, права и свободы индивидуальные. В Латвии я этого не вижу, и это является реальностью. Вот, хотя вроде бы мы подписывались и выполнили домашнее задание, когда вступали в Евросоюз. То есть я вижу о том, что встреча будет носить явно символический характер, будет обозначен очень малый какой-то списочек вопросов. То есть порыва вы не ожидаете? Нет, решений никаких не будет. Я достаточно понимаю, что Байден, он не президент Америки, в конце концов. Там правят прежде всего крайне разругавшиеся политические элиты, которые раздирают его то вправо, то влево. И поэтому сейчас вот эта вот ситуация, когда хуже некуда, она будет достаточно долговременна. То есть опасности, нестабильность, неравновесие, неустойчивость, это будет как бы вся игра в долгую. И мы с этим будем жить. С этим будем жить. Михаил Родин был у нас в прямом эфире. Большое спасибо.